МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство школы в 9-м жилом районе Абакана идет без срывов. Рабочие уже добрались до кровли, готовятся подключить здания к коммунальным сетям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи завершили охранные раскопки могильника таштыкской культуры рядом с больничным городком в Абакане. В числе наиболее ценных находок – тонкая фольга. Когда счет идет на таблетки, абаканцы жалуются на отсутствие в регионе льготных лекарств. И таких историй в республике немало. Рисунки на здоровье. В Абакане волонтеры и активисты украсили красочными рисунками здания республиканской детской больницы. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24 информационная программа «Сегодня» в студии с обзором событий вторника Татьяна Крапивина. Не переключайтесь, нам есть о чем рассказать. Начнем с городских тем. В соответствии с графиком. Строительство школы в 9-м жилом районе Абакана идет без срывов. Рабочие уже добрались до кровли, готовятся подключить здания к коммунальным сетям. Вместе с тем сталкивается подрядчик и с проблемами, связанными с удорожанием ряда сметных позиций. Их решения, а также общий ход работ, представители администрации города и строители сегодня обсуждали на выездном совещании, которое провел глава Абакана Алексей Лемин. Вот уже несколько месяцев, как пустырь на улице Солнечная превратился в строительную площадку. Поздней осенью здесь заложили новую школу. Сейчас заведение самого здания близится к завершению. По большому счету, рабочим осталось закончить переход между корпусами и монтаж кровли. В этом отношении темпы строительства соответствуют графику. Объект строится у нас по плану. В настоящее время подрядчики у нас активно приступили уже к отделочным работам. В ближайшее время закончится строительство инженерных сетей и подрядчик у нас приступит к масштабным работам по благоустроительным работам. Есть определенные сложности у нас с поставкой оборудования. Сами понимаете, ситуация сейчас по поставке крайне сложная, но большинство оборудования у нас российского производства. Оно несколько подорожало, но надеемся, мы будем вписываться в смертную стоимость. Вместе со строителями в работу включились и специалисты городского управления образования. Они готовятся к закупкам учебного оборудования. Назначен и директор школы Валентина Кызласова. Сейчас она знакомится со зданием. Кроме того, в ее ведении все вопросы, связанные с оформлением помещений учреждения. Район новый, детей очень много и хотелось бы в первую очередь разгрузить, наверное, 23-ю школу на сегодняшний день. И всех детей, которые ездят в город, хотелось бы вернуть их поблизости к своему дому. И вот школа наша, вот эта вот 32-я, специально для них и строится. Школа очень хорошая, большая, современная. И для 250 человек, ну это будет очень комфортное, наверное, учреждение. Школа действительно соответствует самым высоким стандартам. Это и просторный кабинет, и удобный коридор, и это современное учебно-методическое обеспечение, даже лифт. Кроме того, для будущих учеников школы будет обустроена прекрасная прилегающая территория с различными спорт-объектами. Что немаловажно, в свободное занятие время доступ к ним будут иметь все жители района. Для того, чтобы был свободный доступ, сначала нужно объект ввести в эксплуатацию, как показывала практика по 31-й школе. То есть свободный доступ появился после того, как школа заработала, собственно, после 1-го сентября. А вообще у нас практика такая, что в том числе и объекты образования у нас в вечернее время доступны для всех жителей района. Поэтому это своего рода такая вот общественная территория, на которой жители района могут прийти, позаниматься спортом, могут отдохнуть. Но эту практику мы сохраним. Завершиться строительство школы должно до конца года. Напомним, она возводится в рамках реализации нацпроекта образования, что предполагает финансирование из бюджетов разного уровня. Стоимость объекта более 300 миллионов рублей. Более половины абаканцев систематически занимаются спортом. Таковы данные отчета об исполнении муниципальной программы развития физической культуры и спорта в 2021 году. Сегодня этот отчет был представлен на рассмотрение членам комитета Гурсовета Абакана по соцвопросам. Помимо отчета о развитии физической культуры и спорта, представители профильного городского управления представили депутатам еще два доклада, посвященные реализации в минувшем году двух профильных муниципальных программ «Молодежь Абакана» и «Развитие культуры». В целом, несмотря на действовавшие пандемийные ограничения 2021 года, по большинству показателей удалось добиться пуска незначительного, но роста. В частности, в городе появилось 12 новых спорт-объектов – это и футбольное поле, тренировочные открытые площадки и многое другое. Также в рамках комитета по соцвопросам его члены обсудили предлагаемые изменения в ряд городских нормативных актов. В частности, меняется положение о почетной грамоте Совета депутатов. Актуализируется порядок проведения общественных слушаний в области градостроительства, уточняются городские правила благоустройства. Все эти вопросы изучены на комитете и вынесены на заседание сессии, которая состоится 31 мая. Секреты древних мастеров. Технология производства фольги на территории Хакасии существует уже свыше двух тысяч лет. Об этом свидетельствуют последние открытия археологов. Совсем недавно они завершили охранные раскопки могильника таштыкской культуры рядом с больничным городком в Абакане. В числе наиболее ценных находок тонкая фольга из металла желтого цвета. Выявленный при сооружении котлована на территории больничного городка в столице Хакасии могила относится к таштыкской археологической культуре. На это указывает погребальный обряд. Срубы из лиственницы, обернутой берестой, посуда и сами находки. Бронзовые амулеты и фольга. Ее в Хакасии научились делать задолго до появления алюминиевого завода. Кустарное ремесленное производство ничуть не уступает по качеству промышленному. Да, но алюминиевый завод делает алюминиевую фольгу. А здесь у нас речь о золотой фольге. Это немножко другая фабрика работала. В принципе, фольга такая известна и в более древние времена. По сути, на тысячу лет раньше в археологических памятниках мы уже находим золотую фольгу. И в Хакасии, и в Туве, и на горном Алтае. То есть, в принципе, во всем регионе Саяна Алтая. Все могилы у детской резбольницы разной степени сохранности. В силу разных причин и обстоятельств. В одной из них находки оказались спрессованы между дном из берез и упавшим деревянным перекрытием. Археологи извлекли их монолитом, единым куском. И только в камеральных условиях отделили фольгу от древесины. Довольно сложно, потому что вся фольга смята, на ней очень много заломов. И каждый фрагмент необходимо сначала извлечь из древесины, а потом укрепить, выложив на бумаги, подклеив фольгу. И только таким образом мы можем сохранить ее без повреждений. Если опираться на уже известные находки прежних лет, можно представить, для чего служила эта фольга. Ей могли украшать детали одежды или декорировать ткань. Но чаще всего тончайшим слоем металла древние мастера оборачивали деревянные предметы – модели кинжалов или фигурки животных. Внешне они выглядели очень эффектно, как будто были отлиты целиком из золота. «Если брать какие-то элитные захоронения известные, там царские курганы и так далее, там мы имеем, допустим, золотые предметы массивные, то есть это настоящие предметы большие. Работа древних ювелиров великолепная. Если брать рядовые захоронения, ну или там среднего класса, скажем, то такая фольга по сути являлась имитацией каких-то серьезных предметов. То есть это создавало такую видимость, да, может быть, иллюзию богатства. То есть по сути имитация более серьезных предметов, ну так эконом-класса». Но при всем при этом наиболее ценными находками следует признать обломок бронзовой пластины. Вполне вероятно, что это фрагмент зеркала китайского типа и небольшую пастовую бусину. Лабораторный анализ этих предметов может помочь археологам в датировке самого памятника, установить более или менее точное время, когда были совершены эти захоронения. В Абакане продолжается неделя предпринимательства. Сегодня прошел традиционный семинар «Как открыть собственное дело», адресованный безработным гражданам, планирующим свой бизнес. Организаторы такой встречи – Муниципальный фонд развития предпринимательства и Центр занятости населения. Семинар прошел в городской библиотеке «Ровесник». В уютном зале библиотеки «Ровесник» безработные граждане. В настоящее время они официально имеют такой статус, но в дальнейшем желают открыть собственное дело. Так что из этой встречи они намерены вынести максимум полезной информации. Я хотел бы получить информацию по поводу системы самозанятости, какие налоги, какие социальные льготы, какие выплаты, ну, то есть максимум информации. Как узнали про такое мероприятие? Ну, случайно узнал. Можно узнать все интересные тонкости, фишки, где, куда обратиться, как сделать все легко и просто, и не набивать собственных шишек, сразу получить опыт у специалистов. В общем, одним необходимо окончательно утвердиться в своем намерении, другим побольше узнать о перспективах, о свободных нишах, а также о механизме регистрации бизнеса, о формах государственной поддержки и даже о том, какими качествами должен обладать предприниматель. Законодательство меняется в течение года, к примеру, и мы уже вносим туда новые какие-то моменты, как открыться, какие там существуют онлайн, допустим, сервисы по открытию предпринимательства. Если какая-то система налогообложения новая возникает, то есть у нас пока ее нет, но возможно, что сейчас правительство примет решение, что будет новая система налогообложения, еще более простая для предпринимателей. Естественно, рассказываем, как зарегистрировать самозанятость, потому что с некоторых пор, вот у нас уже в течение двух лет, такая форма предпринимательской деятельности существует, и она тоже меняет какие-то свои моменты, то есть мы тоже актуальную информацию всю на сегодняшний день рассказываем. О том, как в городе помогают предпринимателям, как в республике помогают, то есть какие есть программы поддержки. Одной из форм государственной поддержки является социальный контракт. Именно о нем говорили сегодня в рамках круглого стола в Коворкинге. Эта локация для всех желающих бизнесменов год назад появилась в Фонде развития предпринимательства. Социальный контракт сегодня рассматривали не только как помощь малоимущим, но и как возможность реального стартапа для бизнеса. За весь 2021 год и первую треть 2022 в Бакане, по информации руководителя Управления социальной поддержки населения, выдано 630 социальных контрактов, из них 377 на развитие предпринимательской деятельности. Максимальная сумма социального контракта 250 тысяч рублей. Необходимые условия для его получения – бизнес-план, который помогут составить специалисты фонда. Также нужно подтвердить нуждаемость, доход на членов семьи ниже прожиточного минимума. 30% социальных контрактов получены самозанятыми. Многие благодаря этой сумме монетизируют свое хобби, начинают зарабатывать деньги благодаря любимому делу. Среди наиболее популярных видов деятельности – пищевое производство, кондитерские изделия, ателье, мастерские и индустрия красоты. А 27 мая в Бакане пройдет первый городской фестиваль юных предпринимателей «Мой первый бизнес». Это также одно из мероприятий «Недели предпринимательства». Оно адресовано детям и проходит впервые. Для проведения фестиваля выбран парк «Орленок». И сегодня организаторы в формате выездного совещания обсуждали детали предстоящего мероприятия. Финальные штрихи и важные моменты, которые нельзя упустить. Все это лучше обсуждать на месте, в тех локациях, где будет проходить фестиваль. На территории парка «Орлена» будут организованы четыре тематические площадки. На первой под названием «Развивайка» пройдут тренинги «Мои ресурсы, мой первый бизнес» и эмоциональный интеллект. Та, что разместится на территории шахматного павильона, называется «Игротека» и название говорит само за себя. Дети смогут поиграть в такие игры, как «Секрет денег» и «Денежный поток». А еще продать сувениры и поделки, выполненные своими руками. Здесь разместится выставка-ярмарка товаров, ручной работы. Задача организаторов – сделать мероприятие максимально полезным и интересным. Мы первый раз запланировали такое грандиозное, наверное, для нас мероприятие. Первый городской фестиваль юных предпринимателей «Мой первый бизнес». Опыт работы с учащимися школ у нас был, но, как правило, мы выходили на их территорию. Этот фестиваль мы запланировали в парке «Орленок». Соответственно, мы со всеми организаторами проходим все площадки, досконально продумываем все локации, которые будут для детей здесь располагаться, чтобы детям было удобно, чтобы педагоги, которые будут с детьми, знали, где что будет располагаться. Участниками фестиваля станут более 120 детей, гостями все желающие. Среди партнеров – отделение Банка России со своей интерактивной площадкой «Финансовая грамотность и спортивное ориентирование», а также бизнес-школа «Абакана» и Центр детского творчества. Организаторы праздника для юных предпринимателей – городская администрация. Он пройдет с 13 до 17 часов 27 мая в парке «Орленок». Погода обещает быть комфортной, а мероприятие увлекательным. К происшествиям. В Красноярском крае в ДТП пострадали двое детей из Хакасии. Сообщение об этом пришло от ГИБДД соседнего региона. На трассе Енисей в Ермаковском районе водитель «Тойоту Филдер», двигаясь со стороны Кызыла в Абакан, не справился с управлением. Мужчина выехал навстречу, затем машина слетела в кювет и опрокинулась. По информации дорожной полиции, травмированы двое детей 10 и 11 лет. Они госпитализированы с множественными травмами. Известно, что за рулем иномарки находился дедушка пострадавших школьников. А причиной ДТП стал обычный паук. Внучка водителя заметила на плече дедушки насекомое. От ее крика мужчина повернул голову и машинально вывернул руль вправо. В следующее мгновение иномарка влетела в отбойник. А в Черногорске минувшим днем в результате столкновения трех автомобилей пострадал водитель. ДТП произошло на улице 30 лет победы. Мужчина на ВАЗе шестой модели врезался в Тойоту Виста, а та, в свою очередь, протаранила Форд Гранада. Травмирован виновник происшествия. 43-летний водитель получил множественные ушибы ног. Он рассказал полицейским, что уснул за рулем, так как сутки не спал и долгое время был в дороге. Госавтоинспекция Хакасии обращает внимание водителей на то, что управление транспортными средствами в утомленном состоянии чревато серьезными последствиями. Фаер-шоу по-ширински. Выпускник школы устроил дорожное представление. О том, что одному из 11-ти классников не суждено начать сдачу ЕГЭ вместе с остальными, мы рассказывали накануне. Ученик одной из школ на данный момент отбывает наказание в виде 10-ти суток административного ареста. А вот опубликованное видео от республиканской ГИБДД наглядно демонстрирует, как все было. Напомним, инцидент произошел глубокой ночью в минувшую субботу. Экипаж ГИБДД Ширинского района услышали странные звуки. Стало понятно, что автомобиль едет на спущенном колесе. Инспекторы попытались остановить вас, проверить водителя и оказать помощь. Однако он стал удирать, увеличивая скорость. Преследование нарушителя было недолгим, но эффектным. Такого дорожного фаер-шоу никто из сотрудников за свою служебную карьеру не видел. Как оказалось, горе-водитель был пьян. В выдыхаемом воздухе пары алкоголя превысили допустимое значение в три раза. В Саяно-Шушенском заповеднике почти 10 дней тушили огромный пожар. С огнем боролись государственные инспекторы заповедника при участии сотрудников авиалесохраны. Задачу осложняли скалистая горная местность с перепадом высот, отсутствие вблизи источников воды, а также жаркая сухая погода. Возграние на территории Саяно-Шушенского заповедника было обнаружено между реками Малая и Большая Керема. Горел склон вдоль левого берега Саяно-Шушенского водохранилища. Тушили с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Дополнительно окапывалась кромка пожара, выполнялась валка сухостоя и пропилка валежника. Общая площадь, пройденная огнем, составила 535 гектаров. Причина возгорания выясняется, сообщает пресс-служба заповедника Саяно-Шушенский. С начала сезона в Хакасии от укусов клещей пострадали уже 900 человек, из них 256 детей. Только за прошлую неделю к медикам обратились 184 жителя республики. Эпидемиологи напоминают, что в мае клещи наиболее активны. По информации Управления Роспотребнадзора по региону, за минувшую неделю зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым сибирским ТИФом у жителей Баградского, Орджоникидзовского и Усть-Абаканского районов. А также 2 случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом у жителей Абазы и Таштыбского района. В итоге с начала сезона активности опасных насекомых в республике подтверждено 2 случая энцефалита и 2 случая баррелиоза. Специалисты напоминают, отправляясь на природу, не забывайте об элементарных правилах. Возьмите с собой репелленты, одежду лучше выбрать светлых тонов. Кроме того, необходимо периодически проводить самоосмотры. При присасывании клеща немедленно обратитесь к врачу. Реклама Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». Двадцать шесть сорок шесть сорок шесть. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Орион Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. Изменить атмосферу дома или офиса. Добавить ярких красок. Легко с магазином «Ремакс». Разнообразие лакокрасочных покрытий и компьютерная колеровка, позволяющая точно воссоздать желаемый оттенок. «Ремакс» города Бакан. Хлебная 30. Телефон 352885. Теплый каменный дом из дерева? Такое возможно! Арболитовые блоки. Прочность бетона. Экологичность дерева. Негорючие, легкие, практичные и экономичные. Материал, проверенный временем. Компания «Терем». Телефон 397030. Реклама. Масочный режим Хакасии ужесточать не собираются. Оперштаб оставил без изменения действующее постановление правительства республики, сообщает пресс-служба Серого дома. Напомним, ранее от регионального управления Роспотребнадзора поступило предложение вернуть, в частности, обязательное ношение масок в трудовых коллективах. Оперштаб рассмотрел этот вопрос. Большинство его членов считают, что действующих на данный момент мер вполне достаточно. А требования по обязательному ношению масок в трудовых коллективах и так до сих пор сохраняются в федеральном акте, и прописывать его отдельно нет смысла. Отметим, масочный режим в Хакасии был смягчен 5 мая. Обязательное ношение масок сохраняется в торговых центрах и общественном транспорте, а также для людей с респираторными признаками и для тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусом, но не отправлен на изоляцию. Когда счет идет на таблетки? Абаканцы жалуются на отсутствие в регионе льготных лекарств. Чтобы решить свою проблему, они пишут жалобы в надзорные органы. Получают их и сотрудники Республиканского отделения Общероссийского народного фронта. Сегодня о своей проблеме нам рассказала семья Амельчаковых, сын которых не мог получить жизненно необходимый препарат 2 месяца. И таких историй, как говорят в ОНФ Хакасии, в Республике немало. Подробности далее. У Виталия Амельчикова серьезное генетическое заболевание. С детства он получает серьезную терапию и борется с недугом. И чем старше становится сын, рассказывает мама, тем сложнее лечение. Переживания добавляют и проблемы, связанные с получением льготных препаратов. Два месяца Виталий вынужден был жить без таких необходимых ему таблеток. У меня генетическое заболевание, муковисцидоз, столкнулся с проблемой, что не выдавали жизненно важные лекарства, аркамби. Это новое лекарство, таргетная терапия. Два месяца всего лишь мне выдали это лекарство, потом прекратилось. И три месяца, так сказать, обещали, обещали. Я просто звоню в Министерство здравоохранения, узнавать, есть ли это лекарство, закупили ли они. Мне отвечали, что первый раз, когда закончили мне его покупать, сказали, что доллар был скачок из-за этого. Потом сказали, торги не вышел поставщик. И на третий раз уже, третий месяц получается, там почти. Мне просто сказали, нет лекарства, ничего мы вам не можем закупить. Препарат, который помогает Виталию жить, стоит около одного миллиона рублей. Это новое импортное лекарство на фармацевтическом рынке. Оно необходимо таким пациентам, как Виталий. Уже после нескольких приемов отмечается положительная динамика. Мы постоянно лечились в Москве. До 18 лет в Российской детской клинической больнице. После 18 уже просто в городской, в московской клинике. И здесь, в городском отделении, в пульмонологии. Мы капали антибиотики, чисто чтобы вот у него заболевание, что у него все, что выделяется в организме, все густое. То есть и в бронхах, и в поджелудочной. И поражаются практически все органы. А вот этот новый препарат, он действует именно на ген, который имеет мутацию. И этот ген начинает работать, как у обычных здоровых людей. То есть вот когда мы принимали этот препарат два месяца, у нас все проблемы практически исчезли. Он был как нормальный здоровый, он дышал, как обычный здоровый человек. 30 лет он этого сделать не мог. Поэтому вы сами представляете, что значит для нас этот препарат. Семья рассказывает, после того, как они перестали получать лекарства, не собирались жаловаться, ждали ответа и помощи от специалистов Минздрава Хакасии. Покупать препарат за свои деньги невозможно. Это огромные суммы. Виталий находится на инвалидности, и денег просто нет. Ситуация со здоровьем Виталия начала ухудшаться. И семья начала бить во все колокола. Обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Специалисты помогли составить заявление на имя руководства Министерства здравоохранения и в прокуратуру Хакасии. К большому сожалению, очень часто приходят нам льготники практически каждый день и жалуются на то, что препарат им положен, но они не могут его добиться. Приходит очень много онкологических больных с генетическими заболеваниями, диабетики. То есть люди, которым это жизненно важен препарат, который не просто там здоровье у них ухудшится, которые могут без этого лекарства в прямом смысле слова умереть. И знаете, что обидно? Мы все время анализируем опыт других регионов и ситуацию, как у них происходит. Вот, по примеру, допустим, в Италии, да, в Минздраве России, о Хакасии, ему говорили о том, что такого препарата в России не производят, поэтому не могут закупить. Открываем интернет и смотрим, тот регион закупил такой-то препарат, другой препарат, другой регион закупил такой же препарат, а в Хакасии почему-то вот закупить не могут. Еще одна свежая история, онкологическая больная к нам приходила, она тоже хотела сегодня выступить, но она вот только вернулась к лечению из Красноярска, она не может пока говорить попозже, она тоже готова все рассказать на камеру, она несколько месяцев не могла выбить тоже, не помню, как называется препарат для лечения онкологии. И ей приходилось, ей онкологически больной, который практически не ходит, у нее переломаны ребра и позвоночники опухолями, она ездила в Новосибирск, чтобы в Новосибирске получить льготный препарат. Там ей давали без проблем. Надо отметить, что когда мы снимали сюжет, Виталий получил сообщение, что препарат появился в наличии и его можно получить. Несказанная радость для семьи, но проблема с получением льготных лекарств в регионе все-таки существует, утверждает ВНФ и приводят примеры. У Минздрава Хакасии, на наш взгляд, очень странная позиция, они нам говорят о том, что проблемы как таковой нет. Они это фиксируют, показывают отчет о том, что по официальным данным, по официальным данным Минздрава, рецептов на отложенном спросе практически нет. То есть это единицы, там меньше 10 штук. На самом деле льготники, которые приходят к нам, жалуются и говорят о том, что врачи не выписывают им рецепты, ссылаясь на указ сверху о том, что им запретили выписывать лекарства, если этот препарат не закуплен. Соответственно, рецепт не выписали, он не поступил в эту базу отложенных спросов, и по статистике у нас получается все хорошо и все прекрасно. И, соответственно, если нет проблемы, а по документам ее нет, никто ее не будет решать. А решать ее надо, и мы считаем, что тут главная причина того, что происходят вот такие сбои постоянно с лекарственным обеспечением, это неграмотная организация процесса лекарственного обеспечения. И это косвенно подтверждает Минздрав России. Когда мы месяц назад общались с Министерством здравоохранения Российской Федерации, с завестителем министра, он нам сказал, что конкретно по Хакасии, по итогам двух месяцев выявлено просроченных льготных препаратов на 3 миллиона рублей. О чем это говорит? О том, что Минздрав, да, закупил лекарства, но то лекарство, которое не нужно льготникам, а то, которое нужно, получается, не закупил, потому что люди идут к нам потоком. Эту систему однозначно нужно налаживать. За комментарием по поводу получения льготных лекарств сегодня мы обратились в Минздрав в Хакасии. При службе ответили, что проблем по данному вопросу нет. Заку препаратов на 2022 год был проведен заблаговременно еще в четвертом квартале 2021 года. Льготные препараты, уверяет Минздраве, в регионе есть в полном объеме. Также в ведомстве отметили, что не получали от представителей УНФ данных льготников, у которых возникли трудности. В министерстве уточнили, что готовы рассмотреть обращения жителей. В свою очередь в УНФ в Хакасии отмечают, что по-прежнему готовы принимать людей по вопросам обеспечения льготными препаратами. Ориентировочно с 11 июня в Абакане откроется купальный сезон. До этого времени работники Управления коммунального хозяйства и транспорта города приведут в порядок территорию пляжа в парке культуры и отдыха. Эпидемиологи проверят качество воды и грунта в водоеме. А за порядком в течение всего сезона проследят сотрудники полиции и абаканской народной дружины. Но безопасность в первую очередь зависит от отдыхающих, которые должны придерживаться элементарных правил. В нашем городе этим летом будет всего одно официально разрешенное место для плавания. Это дренажный канал с городским пляжем на территории парка культуры и отдыха. Это то место, которое к 11 июня будет обеспечено всеми мерами безопасности. На остальных водоемах, расположенных в границах республиканской столицы, плавать запрещено. Нам очень важно вовремя, то есть задержки по работе спасателей муниципальных и по работе муниципальных служб не будет никаких, но очень важно нам вовремя, чтобы начал функционировать спасательный пост на автопляже, так называемый. Это обязательно напоминаю. И из нерешенных проблем, которые придется так или иначе сталкивать, это пляж Южный, на котором нет сейчас хозяина, собственником является республика, а люди там, тем не менее, находятся. И риск возникновения каких-либо происшествий на этой водоеме, он остается. Что касается статистики прошлых лет, начиная с 2013 года, в Абакане на водоемах было спасено 12 человек, в том числе четверо детей. Оказана первая доврачебная помощь 102 людям. Благодаря эффективной работе управления ГООЧС в прошлом году происшествие на воде удалось избежать. Для того, чтобы отдых горожан был максимально безопасным, на территории пляжа будут созданы все условия. Сотрудники Абаканского паркового хозяйства очистят территорию парка, скосят траву, эпидемиологи возьмут пробы воды, песка и грунта. Спасатели проверят дно дренажного канала на наличие острых предметов и мусора. В местах, запрещенных для купания, будут установлены аншлаги. В рамках САУЗГИК-мониторинга и наших полномочий управления ежегодно организуется лабораторный контроль качества воды водоемов и песка прибрежной полосы. В 14 зонах реприации республики в городе Абакане две мониторинговых точки в городском пляже культуры отдыха и пляже южный. Продлится купальный сезон в Абакане ориентировочно до середины августа. И хотя официально разрешенное место для плавания в Абакане всего одно, в зоне отдыха, сотрудники городского управления ГООЧС рассматривают варианты для дежурства на других излюбленных для абаканцев водоемах. Спасательный пост на автопляже начнет функционировать вовремя. Напомним, купальный сезон предварительно откроется 11 июня, в связи с чем специалисты призывают горожан проявить ответственность. Не стоит злоупотреблять горячительными напитками на отдыхе, ведь, как правило, именно под воздействием алкоголя и происходят все беды на воде. Екатерина Шахаева, Александр Кожевников, Новости. Сезонные работы. Специалисты паркового хозяйства занимаются скашиванием и стрижкой травы в городе. В теплом сезоне рабочие триммерами выравнивают газонную часть, разделяющую пешеходную и проезжую. Кроме того, за летней растительностью следят и в отдаленных районах республиканской столицы. Подробнее о работах в нашем следующем материале. Несмотря на рядовой формат таких работ, специалисты паркового хозяйства ежегодно меняют паршрут прохождения зелёных насаждений. Механическим способом подрезают активно растущие, оставляя лишь аккуратно подстриженные ростки, которые через несколько дней вновь наберут объём и создадут приятный визуальный фон. Кроме того, специалисты отмечают, что своевременный покос поможет снизить и аллергенную нагрузку. Ну, сезонные работы у нас, во-первых, до сих пор продолжаются, это по удалению порослей, чистке стволов. Также начался буквально, наверное, с месяца полтора назад сезон по выкашиванию. То есть начали выкашивать сухостой, ну, сейчас продолжаем выкашивать, уже трава у нас расти начала. Сейчас дождик прошёл, расти будет огромными темпами. Работы будут продолжаться по выкашиванию, я думаю, до конца, как минимум, октября месяца. В этом месяце завершается первый этап плановых работ. Далее у бригад появятся другие условия при формировании сезонной растительности. При сырой траве и грунте скошенные остатки могут попадать на тротуары и проезжую часть. Добавим, что весенний-летний период совпадает и с сезонной активностью клещей, которые обитают в кустарниках и траве. Поэтому разрастающуюся траву убирают в том числе и для безопасного отдыха горожан. Константин Аникин, Александр Кожевников, новости. На дорогах Абакана участились случаи ДТП с участием детей. Главная причина, из-за которой юные пешеходы попадают под машину – недостаток знаний в области правил дорожного движения, уверены сотрудники ГИБДД. Именно поэтому так важно вести профилактическую работу, начиная с дошкольного возраста. Ксения Орехлова побывала в Абаканском детском саду Варенька, где проблеме травматизма регулярно посвящают занятия. Согласно статистике, за этот год на дорогах республики пострадало 22 ребенка. 9 из них только за последние несколько недель. Как сообщает пресс-служба Республиканской ГИБДД, двое маленьких пациентов сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. К сожалению, малыши чаще всего получают в ДТП очень тяжелые травмы, а процесс восстановления очень долгий и мучительный. Детский дорожно-транспортный травматизм, к большому сожалению, остается актуальной проблемой. Решение, казалось бы, самое простое – обучение детей правильному поведению на дороге. Самый простой способ – игра. И, конечно же, пример родителей. Чтобы юные пешеходы знали, как правильно переходить дорогу, нужно систематически повторять правила. Как раз этим и занимается региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – лаборатория безопасности. Сегодня педагоги приехали в детский сад «Варенька». Работа в нашем детском саду ведется в системе. Ежегодно в начале учебного года мы составляем план по профилактике дорожного травматизма. Существует в детском саду также рабочая группа, которая занимается составлением этого плана, реализацией мероприятий, которые входят в этот план. Работа ведется в системе в течение всего года. Неутешительная статистика о том, что ребята попадают в аварию. Для того, чтобы этого не случалось, необходима, конечно же, вот такая система, которая проводится, я думаю, в каждом дошкольном учреждении, в нашем в том числе. Пользуясь случаем, хочу попросить всех родителей быть достойными примерами для своих детей. Переходить дорогу в правильном, положенном месте. Учить детей, что значат сигналы светофора, дорожные знаки. Правильно кататься на велосипеде, на самокате. Благодаря таким мероприятиям дети с дошкольного возраста узнают о правилах поведения на дороге. Но и этого недостаточно. Ведь любые полученные знания требуют закрепления и практики. Самый лучший способ – собственный пример. По мнению психологов, именно в этом возрасте единственный авторитет для малыша – его родитель. Мама и папа не могут поступать неправильно. Поэтому, когда взрослые переходят дорогу в неположенном месте, либо на красный, ссылаясь на недостаток времени или на любые другие факторы, они автоматически подвергают своего ребёнка опасности. Даже несмотря на то, что в теории правила дорожного движения малыши знают на пять. Правильно на дорогу переходить только на зелёный цвет. Если загорелся красный цвет, то стоим. А если вы пошли на красный цвет, то это уже преступление. Нам нужно, если едет машина, попустить её. Посмотреть налево-направо нет либо машины, вот тогда можно уже пройти. По дороге велосипедисты нельзя им ехать, потому что там может машина задавить. Я просто знаю, мне мама и папа научили меня. Полученные знания ребята сегодня закрепляют в ходе игры квеста вместе со знакомыми им мультяшными персонажами. А вот что такое дорожная ловушка, из-за которой происходит 95% ДТП с детьми, малышам только предстоит узнать. Каждый пешеход обязательно должен знать обо всех опасностях, которым готовит им дорога. Скоро лето, разгар каникул – опасный период для ребёнка. Поэтому прежде чем переходить дорогу неправильно, остановитесь и задумайтесь. Стоит ли секунда вашего времени здоровья и жизни собственного ребёнка? Ксения Рехлова, Василий Конзычаков. Новости. Девятиклассники Хакасии сдают ОГЭ по математике. Сегодня уже второй день экзамена. Накануне тесты написали более 5000 учащихся. В Министерстве образования и науки региона напоминают, математика и русский язык являются обязательными предметами для получения аттестата. По информации ведомства, накануне экзамен прошёл в штатном режиме без технологических сбоев. Писали его выпускники во всех 62 пунктах проведения экзаменов. Сегодня свои математические знания проверяют ещё 755 девятиклассников Абакана. Отметим, экзамен по математике идёт 3 часа 55 минут. Его результаты станут известны не позднее 30 мая. Основной период ГИА проходит с 19 мая по 22 июня. Также запланированы резервные дни с 4 по 9 июля. Они предусмотрены для тех, кто не смог прийти на экзамены в основной период по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат. Рисунки на здоровье. Так называется проект, который реализуется на территории России. Волонтёры и активисты разукрашивают фасады больниц и детских поликлиник. В этом году к доброму делу подключился и Абакан. Волонтёры украсили здание республиканской детской больницы. Работа была проделана большая. Художники несколько дней готовили стены, грунтовали, чтобы арт-объект долгое время радовал маленьких пациентов. Волонтёры воплощают в жизнь проект рисунки на здоровье. Создавая изображения на стенах больницы, рисуя от чистого, а главное – доброго сердца, ребята таким образом морально поддерживают маленьких пациентов. Ведь нацелен проект на эмоционально комфортное посещение поликлиники ребёнком, чтобы холодное и безликое здание не пугало малыша. Мне в принципе нравится помогать людям, а тут ещё и можно было заниматься постоянно. Это культурное наследие в принципе и для детей. Они смотрят, понимают, что это красиво сделано, во-первых, во-вторых, в это вложена душа, и они могли бы сами сделать такое для других. На сегодняшний день рисунки уже готовы. Поработали ребята на славу. Ведь перед тем, как разрисовать стены, их нужно было загрунтовать, а позже закрасить фоновым цветом. И всё это в 30-ти градусную жару. Но всё не напрасно, ведь добрые намерения более 20 волонтёров наверняка отзовутся в сердцах маленьких посетителей поликлиники и их родителей. В течение апреля и мая месяца был реализован флагманский проект «Волонтёры культуры. Рисунки на здоровье». В рамках проекта проходит ряд мероприятий. Самый первый из них – это был мастер-класс, где совместно с преподавателями детской школы художественной имени Каратанова для детей, находящихся на лечении в стационаре, мы провели мастер-классы. Затем была проведена выставка «Мой врач, мой герой» из работ ребят, которые сделали. Ну и основная, самая яркая часть – это создание стрит-арт-объекта на посаде детской больницы для того, чтобы у деток воспринимался в имидж положительный учреждения. Сейчас всё так красиво и радужно. Сначала это была грунтовка, потом это была покраска основного фона, нанесение рисунков художниками, нанесение трафаретов и так далее. Но вот мы за неделю справились. Ксения Рехлова, Владислав Воронов, Новости. Сегодня, 24 мая, по календарю День славянской письменности и культуры. И у истоков этой даты стоят два византийских монаха – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Ещё в XIX веке в России этот день считался одним из главнейших в череде церковных и мирских праздников. Затем он был забыт на десятилетия. Но в 1991 году указом президента России дату возродили. И сегодня в нашей стране проводятся многочисленные мероприятия, выставки, акции, посвященные составителям славянской азбуки. Вначале было слово. Сегодня День славянской письменности и культуры. Мы вспоминаем святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, основателей славянской азбуки. Это единственный в России государственно-церковный праздник. Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна. 24 мая 863 года братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. И таким образом совершили открытие, даруя людям письмо, а значит культуру. В 1708 году по указанию Петра I азбука была реформирована для изданий гражданской печати. Именно этот вариант лег в основу современного русского шрифта. Сегодня в нашей стране проходят различные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Например, в Абакане в городском центре культуры Победы открылась выставка декоративно-прикладного искусства клуба лоскутного шитья «Чистый исток». С 24 по 26 мая гости экспозиции смогут познакомиться с техникой шитья по бумаге. Этот способ позволяет с наибольшей точностью собирать лоскутные блоки. Кроме того, будет рассмотрена техника аппликации в лоскутных работах. Все мастер-классы бесплатные. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Ищите нас в кабельных сетях Orion Telecom, Telecenter, SCAT и Rostelecom. Также я напоминаю, все материалы наших корреспондентов, прямые эфиры, авторские программы вы всегда можете найти на видеохостинге Routube. Всего вам самого доброго. До свидания.